Совсем недавно мы вам рассказывали про выбор мультимедийного ноутбука, которого без проблем хватит для серфинга в интернете, просмотра фильмов и работы с документами. Конечно, на таких решениях можно и играть, но назвать этот процесс приятным будет трудновато, ибо дискомфорта от игры в HD разрешении на низких настройках графики с нестабильным FPS больше, чем наслаждение. Поэтому, если уж вы и хотите подобрать себе недорогой ноутбук для онлайн-игр, то уделять внимание нужно совсем другим деталям, и сегодня мы попытаемся с этим помочь. И речь не про ноутбук для Танков и Доты 2, а скорее под PUBG, Fortnite, Overwatch и многие другие, то есть более серьезные и требовательные игрушки. Разумеется, интегрированную графику мы сразу же отсекаем. Да, в теории на них, конечно же, можно запустить тот же PUBG, например, Vega 11, выдает на минимальных настройках при HD разрешении около 40 FPS. Но нам это все равно не подходит. И, к сожалению, пока еще интегрированная графика не дошла до того уровня, чтобы тянуть хотя бы базовый набор основных онлайн-игр. Увы, нам не подходят и простые дискретные решения, вроде NVIDIA 940M, линейка MX, а также Radeon 530 или 540. Да, конечно, при HD разрешении и минимальных настройках графики возможно получить около 60 кадров. И, в принципе, это играбельный результат. Но все равно мы опираемся и на чуть большее разрешение, как минимум Full HD, и на стабильные 60 FPS. В итоге, получается, минимум для комфортной игры в PUBG можно считать NVIDIA GTX 1050. Она способна преодолеть ту самую планку, которую мы задали. Единственное, но с настройками графики все равно придется похимичить, и в лучшем случае они будут средне-низкими. Что, в принципе, не мешает играть, а некоторым даже нравится. Что касается более простых игрушек, типа Overwatch и Fortnite, то тут можно рассчитывать на 60 FPS в Full HD, даже на высоких и иногда ультра-настройках графики. Так что картинка вас точно не разочарует. Ну а тем, кому нужно не менее 100 FPS, такая возможность тоже предоставится. Правда, при настройках ближе к средним. Разумеется, говорить про совсем простые игрушки, типа Dota 2 и CSGO не приходится. В обоих проектах вполне достижима отметка в 100 FPS, даже на высоких настройках графики, что более чем играбельно. Что ж, с минимальной видеокартой все более-менее понятно. 1050 это отличное решение, а если вы сможете найти еще и TI-вариант, то этого даже хватит с запасом. А вот что насчет остальных комплектующих, например, процессор, оперативки и всего прочего. Ну тут все более чем понятно. Для комфортной игры требуется не менее 4 ядер. Так что всякие низковольтные Core i5 Caby Lake брать явно не стоит. Да, они могут выдать неплохой средний FPS. Но вот постоянные фрезы вас явно разочаруют. При этом брать 4 ядерные низковольтные CPU типа Core i5-8250U вполне можно. Они в играх оказываются сравнимы с более-менее популярным Core i5-7300HQ. И их производительности вполне хватит для комфортной игры во все те же онлайн проекты. При этом думать о 6 ядерниках просто нет смысла. Для этой видеокарты данный процессор будет просто-напросто перебором. И поэтому если вдруг у вас будет выбор между, например, 6 ядерным процессором и TI версии 1050, лучше отдать предпочтение последней. Что касается ОЗУ, то минимальным объемом можно считать 6 гигабайт. Для чего-то более простого типа доты или танков этого без проблем хватает. И даже для чего-то более тяжелого типа PUBG придется перед игрой закрывать все другие приложения, но и в то же время памяти в принципе хватит. А вот оптимальным объемом можно считать все-таки 8 гигабайт памяти. 16 нужно лишь в тех случаях, если вы любите оставлять на фоне браузер с парой десятков вкладок. Ну и не стоит забывать о главном. Лучше изначально купить ноутбук с 4 гигами оперативки и потом докупить еще одну планку на 4. Это получится дешевле, нежели изначально покупать с 8 гигабайтами оперативки. И плюс, если вдруг вы захотите чуть больше памяти, то можно второй планкой взять восьмерку, и тогда у вас будет и небольшой запас для браузера, и по деньгам вы будете где-то около того варианта, если бы вы изначально покупали ноут с 8 гигабайтами оперативки. И прежде чем мы пойдем дальше, рекомендую подписаться на наш канал, если еще не подписаны, а также жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. С накопителем тоже ничего необычного. Конечно, имеет смысл сэкономить и взять ноутбук изначально лишь с одним жестким диском, но вот играть с него плохая идея, ибо пока нужная информация о игре не запишется в ОЗУ, вас будут сопровождать постоянные подлагивания. Да и сами игры и система грузиться будут долго, так что крайне желательно купить SSD, даже самый простенький на 120 гигабайт, чтобы разместить там систему и основные игрушки, тот же PUBG, Fortnite и остальное. А менее требовательные сингловые проекты или же фильмы можно оставить на жестком диске. Экран не менее важный компонент ноутбука, чем тот же SSD. Почему? Ответ очевиден. Из-за тусклой HD-матрицы есть шанс прошляпить врага, ибо картинка даже на 15-дюймовом экране будет мыльноватой. Поэтому смотрим только на Full HD-панели. Они и по яркости лучше, да и плотность пикселей будет даже выше, чем у большинства мониторов. Так что заметить противника будет проще. Что касается типа матрицы, TN или IPS, то тут ситуация двоякая. С одной стороны, у TN хуже цвета и углы обзора, но меньше времени реакции матрицы, что важно в быстрых играх при 100 FPS и большее. С другой стороны, IPS даст вам сочную картинку, но вот при быстрых движениях мыши за объектами на экране будут тянуться шлейфы, что очень неприятно. Поэтому окончательный выбор стоит за вами и зависит от стиля игры и набора тайтлов. А вот остальные компоненты гораздо менее важны. Так, клавиатуры в игробуках и так довольно неплохи. Тачпад в играх, очевидно, не важен. Да и на аккумулятор особо смысла рассчитывать нет, ибо едва ли он обеспечит более часа игры. Что же касается системы охлаждения, то что видеокарта, что процессор, выделяют лишь несколько десятков ватт тепла. И с учетом того, что в большинстве своем на одном и том же шассе строятся ноутбуки из GTX 1050 и 1060, никаких проблем с нагревом не будет. Если же говорить о конкретных моделях, то имеет смысл присмотреться к различным модификациям Acer Aspire 7 за в среднем 45-55 тысяч рублей, в зависимости от того, как углубленно вы будете искать и в каком регионе находитесь. Тогда получится подобрать Core i5-7300HQ, 6 или же 8 гигабайт оперативки, хотя опять же можно сэкономить и взять 4, а потом добавить. Уверенная GTX 1050 и жесткий диск на 500 гигов или же терабайт. Тут снова же зависит от вашего бюджета. Что же касается экрана, то здесь используется недорогая IPS-панель, которая в любом случае по цветам куда лучше, чем TN. Если же вам нужна 17-дюймовая диагональ, то имеет смысл присмотреться к Asus FX753VD. Его можно найти за 55-60 тысяч рублей, и в таком случае вы получите такой же набор комплектующих, но с куда более качественным IPS-экраном и само собой большей диагональю. Однако, не стоит забывать, GTX 1050, как уже и говорилось ранее, это базовый уровень, и всего-то на 10-15 тысяч рублей дороже, можно найти варианты уже с GTX 1050 Ti, которая, во-первых, имеет 4 гигабайта видеопамяти, а во-вторых, мощнее в среднем процентов на 20-25, что позволит получить заветные 60 FPS в PUBG, даже на средне-высоких настройках, или же более 70 кадров в Overwatch на ультрах. Конечно же, возросшая мощность видеокарты потребует повышенной производительности от процессора, так что имеет смысл рассматривать 4-ядерные на 8 потоков Core i7-7700HQ, или же Core i5-8300H. При этом 6-ядерные Core i7 все еще серьезно избыточны, и если есть желание сэкономить, можно не перегибать палку и остановиться на тех же решениях, что уже и говорилось ранее, то есть 7300HQ или же 8250U. Что касается оперативки, то с изменением видеокарты и, так сказать, повышенной изначальной планкой, выбирать решение менее чем с 8 гигабайтами просто нет смысла. Так что это наш абсолютный минимум. Поэтому нужно изначально выбрать то решение, где будет одна планка на 8, чтобы в случае чего вы смогли добавить еще одну. Или же, если этого не планируете, то две по четыре, дабы был двухканальный режим. Все остальные требования остаются примерно такими же. И что же касается конкретных моделей, то среди 15-дюймовых решений имеет смысл присмотреться к различным модификациям MSI GL-8RD, которые всего-то за 60 тысяч рублей можно приобрести... Субтитры создавал DimaTorzok